всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге великий музей мира мастер торжебоньского алтаря воскресенье христа около 1390 года дерево темпера 132 на 92 в трактовке фигур торжебоньский мастер возвращается готическому идеалу они тонкие хрупкие и удлиненные художник всячески пытается одухотворить изображение свет проникает сгущающий сурок как носитель духовного начала ярко выделяя основных героев сцен самая сильная картина алтаря это воскресение христа живописец изображает восстание спасителя из гроба как чудесное видение представшие взором изумленные стражи мастер показывает воинов не спящими и не бодрствующими но находящимися в состоянии полудремы они и сами не понимают по сне им явился воскресший или наяву гамма чувств обувших охранников имеет множество градаций один удивленно смотрит прямо на христа другой замер подцепенение глядит отрешенно третий сильно напуган и боится поднять глаза на исходящий от саркофага свет четвертый еще спит каждый из них обладает своим характером лица грубые и непривлекательны но отличается своеобразием и жизненным реализмом в то время как картина в целом фантастично и таинственно яркий свет выхватывает из темноты лишь фрагменты погруженных во мрак фигур пламенеют развивающиеся пелены спасителя красным огнем горят небеса к ним поднимается похожий на солнечный диск золотой ниб христа озаряется камень гроба и светлые искры вспыхивают даже на страшных черных скалах противостояние света и тьмы добра и зла духа и материи приобретает здесь напряженное драматическое звучание колористические контрасты предельно усилены они несут важную смысловую нагрузку светящихся красный трон символ воскресения и вечной жизни а глухой темный почти черный знак смерти и небытия вот такое описание к работе мастера джебоньского алтаря работа называется воскресение христа около 1390 года описание по книге великий музей мира пока пока до свидания эпоха так и и и Продолжение следует...